На нашем мероприятии есть представители разных регионов России и не только. Но сейчас у нас с вами зарегистрировано 259 участников. Мы участвовали в актах протеста общегражданского после президентских выборов на марте. Участвовали и 6 мая. Тогда колонна была еще более мощной, чем 4 февраля. И 6 мая наша левая молодежь не трогала в столкновении к самому. Мы сегодня должны с вами понимать и думать, как же нам приблизить час, когда самозванцы будут низвергнуты. Товарищ Лакеев правильно сказал. Наше участие в этой акции необходимо. Оно правильно. Подвергать это сомнению не стоит. Начиная с декабря мы проделали большой путь. Мы эволюционировали. Мы усилили влияние левых сил в этом протесте в разы. Если в декабре, многие говорили, это протест либералов, доминируют одни либералы. Кудрин, Касьянов и прочие, прочие. После 6 мая, после 12 июня никто уже так сказать не может. Мы, сыной свободы и геной нашей крови, завоевали признанный авторитет в этом общегражданском движении. И надо это нам записать в заслугу. Мне кажется, мы можем и должны работать в рамках матрешек. Матрешек лозунгов, матрешек организационных структур и действий. Самая большая матрешка действительно общедемократическая. Я абсолютно согласен с теми, кто сегодня выступал и кто главный действует в эти годы. Действительно, да. Но уже здесь можно двигать даже либеральную интеллигенцию, которая главенствует лозунгом от чисто парламентской демократии и честных выборов, от вопросов Путина к лозунгам базисной демократии. Больше возможностей для референдума, больше возможностей для социальных движений, больше возможностей для прямых действий. Это гораздо важнее, чем та или другая избирательная модель. Сейчас даже либералы поняли, что необходима социальная программа, и, наконец, и левые тоже дотянулись до этого. Нам нужно доступное жилье, нам нужно доступное медицин, доступное образование. Хотите частных выборов? Мы тоже хотим частных выборов. Что такое частные выборы по мнению левых? Это, прежде всего, полная свобода создания низовых организаций, возможность выдвигаться на выборах, неважно от кого, от профсоюза, профессионального движения, доступ в СМИ, пропорционально весту в обществе. Не так, как сейчас либералы говорят в заводе СМИ, что кто платит, тот и будет выступать на федеральных каналах. Нам предлагают, на самом деле, присоединиться к некой единой организации с либералами по существу. Некая единая оппозиция, фактически с единой повесткой дня. И мы же, на самом деле, прекрасно знаем, зачем эти выборы нужны. Единственная по существу цель в том, чтобы легитимировать то болотное руководство, ту болотную элиту, которая заправляет на миссию. Вот сейчас говорили, что Путин самозванец. Простите. Путин нам не нравится, но он не самозванец. За Путина так или иначе, пусть даже на прессифицированных выборах, голосовали миллионы людей. И именно поэтому сейчас руководство Болотной площади на самом деле больше всего боится, чтобы их обозвать самозванцами. Я понимаю, если предлагали выбирать учрительное собрание или парламент. Тогда, можно было бы сказать, действительно, левые должны участвовать в выборах, чтобы стать отдельной практикой в этом реально легитимном в рамках той или иной Конституции и принятым так или иначе общественным парламентом. Должна же быть хоть какая-то, хотя бы минимальная связь между интересами тех, кто будет бороться, и тех, кто их ведет на эту борьбу. А какой интерес честных выборов? А никакого. В самом деле, никаких честных выборов, на которые допускается буржуазия, быть не может, ибо нет стартового равенства. Пока буржуазия допущена до выборов, они нечестны. И именно поэтому вопрос об участии в выборах в тот же самый коррекционный совет является таким сложным. Объявить сейчас бойкот и принять решительный документ было бы чрезвычайно просто. Чрезвычайно просто в таком, как бы, этическом отношении. Что мы просто умываем руки, как бы в этом не участвуем, но это этическое отношение, оно не будет оценено по достоинству теми людьми, которые на эти митинги выходят. Потому что они будут выходить все равно на те же митинги, которые организует тот же Навальный и тот же Немцов. А мы будем опять оставаться, к сожалению, в том трагическом положении, в котором остался Дуэль Лимонов на площади революции. И вот этого допустить совершенно нельзя. Мы должны сегодня подумать, как мы, существуя в этом движении, не отказываясь от того, чтобы быть его частью, понимая, что мы действуем с ними в едином фронте, как вот в этой ситуации мы можем делать свою программу, свою повестку адекватной, понятной этим людям и завоевывать их на свою сторону.